здравствуйте сегодня 1 апреля мы вам презентуем совместный проект компании тысячи и каналы ртв иванова под названием политическая кухня и поверьте несмотря на 1 апреля это не шутка с этого дня смотрите нас каждый понедельник на канале ртв иванова и на сайте слухи и факты приютила программа гостеприимная студия немецкой мебели ноль то которая находится на улице октябрьской в городе иваново я ведущий проекта редактор журнала тысячи экземпляров алексей машкевич представляю вам первого гостя нашей первой программы это начальник областной полиции александр леонидович римский здравствуйте александр леонидович итак первый вопрос вы вернулись из длительной командировки на кавказ вот мне интересно ваше мнение стоит стольких миллиардов рублей и стольких человеческих жизней вот та политика которая сейчас проводится в этом регионе сложно ответить на этот вопрос не знаю что вы подразумевать по словам то политика которая проводится в этом регионе на самом деле регион не однообразный вот все республики помимо того что они самостоятельны они имеют различные и социальную структуру экономическую составляющую политическую составляющую я уже дальше не буду перечислять там и этническую национальную так далее и тому подобное и поэтому сложно говорить о каком-то монолитии в виде кавказа сейчас если для наглядности говорить то можно привести такой пример что допустим в чечне несмотря на то что в основном всегда на слуху как правило она вот сейчас на самом деле стадии завершения наведения порядка конституционного порядка на территории этой республики и поэтому и она на сегодняшний день может считаться одной из самых спокойных на северном кавказе ингушетия в которой находился полгода она находится на переломной стадии скажем так то есть там на сегодняшний день активные части контра туристических операций значит привели к положительным результатам и в первую очередь политика местных властей привела к тому что население уже начало склоняться к доверию и силовым структурам и органам власти и находя поддержку среди населения уже можно говорить о том что ситуация возможно будет меняться к лучшему в этой ситуации и например третий хотел бы привести это дагестан там где действительно некий такой вакуум власти вакуум разговора с постоянного диалога с общественностью с населением с различными его слоями привели к тому что там в начальной стадии начинается развиваться нехорошая ситуация которую мы свое время там наблюдали ну в тех же самых чечне и глушете и так далее вот примерно так то есть в принципе там когда-нибудь война закончится мы все на это очень надеемся но возвращаясь к вашему вопрос хочу сказать что все миллиарды человеческие жизни они не напрасны и не будь этих жертв скажем так как материальных так и моральных физических и так далее то терроризм очень скоро окажется на территории наших центральных областей вот и это мы уже неоднократно наблюдали поэтому активная позиция наша на северном кавказе позволяет более-менее спокойно выстраивать нам жизнь на территории остальной россии ясно ну вернемся к родному иванова область достаточно длинное время жила без полноценного начальника управления внутренних дел и в это время много слухов как всегда ходила по области вот один из слухов это то что одна группа авторитетных ивановцев близких к власти продавливала на должность начальника в мвд вашу кандидатуру другая продавливала кандидатуру александра королева в итоге победил третий человек александр никитин протеже евгения школова известного путинского сослуживца и нашего земляка это правда я не следил за нюансами этой кухни подковерной борьбы абсолютно так сказать был занят совсем другими делами вот возвратившись я имел так сказать ну достаточно поверхностная но тем не менее какое-то общение с различными структурами власти в том числе и в структуре мвд россии вот среди власти региона скажем так из непосредственно с руководителями мвд россии по ивановской области не знаю что так сказать вы подразумевали по тем что какие-то структуры продавливали значит на мой взгляд все свершилось в соответствии с действующей нормативной базы вот на сегодняшний день начальника управления мвд россии по регионам назначаются из федерального кадрового резерва это определено всеми нашими нормативными актами вот и как правило из другого региона а чей протеже кто-то соответственно продавливал так как вы как вы говорите или не продавливал мне честно говоря абсолютно все равно если даже это жребий то важно какой человек достойный насколько достойный придет на эту должность и насколько он действительно сможет привнести что-то положительное в работу нашего подразделения но ваша кандидатура рассматривалась не знаю ну скорее всего наверное нет потому что я не состою федерального кадрового резерва ясно но если возвратиться к новому начальнику и его протеже школу говорят что у школа довольно прохладные отношения с руководством нашего региона с областной властью и новый начальник едет со вполне определенными установками что вы думаете на это что это вопрос необходимо я думаю что лучше всего задать новому начальнику он уже в регионе скажем так поэтому всегда сможете задать ему этот вопрос какие задачи мы ставились я пока таких задач то есть вы не слышали об этом еще ну вот он приступает к работе в иваново и вы думаете как само управление ждут какие-то перемены конечно в чем это выразится ну это как правило выражается в первую очередь в организационной структуре вот но это уже наши так сказать там тонкости на которые я не хотел бы там сказать сильно углубляться вот ну а потом по персоналям соответственно кто действительно достоин выдержать тот темп который задаст новый руководитель и выполнить и задачи которые будут ставиться тот останется работать кто соответственно не в состоянии тот будет заменен я думаю на более достойных людей но ведь все только что прошли переаттестацию ну во первых не только что прошли переаттестацию во вторых это не есть единичный критерий работоспособности человек ну вот возвращаясь к тому что в городе бурлят слухи как-то мы давно не общались с милицейским начальством я-то задам вам все вопросы которые интересуют общественность александр брусочкин с одной стороны его нету в гибдд его обязанности исполняет костерин с другой стороны он вроде не уволен вот какова ситуация на сегодняшний момент ну вообще в принципе порядок увольнения из органов внутренних дел особенно сотрудников имеющих звание полковника выше она достаточно длительная вот я могу сказать что у нас александр забегалов бывший начальник у мвд он тоже до сих пор не уволен он указан президента освобожден от должности но пока еще настоящий момент не уволен и соответственно такая же процедура ждет всех как я уже говорил от полковника выше почему потому что от полковника и выше сотрудники увольняются приказом только министр внутренних дел российской федерации соответственно рассматриваются эти вопросы в индивидуальном порядке достаточно длительным вот а с должности я не знаю на какой стадии сейчас находится процесс увольнения или не увольнения брусочкина поскольку насколько я знаю на сегодняшний день в отпуске вот порядок его увольнения или оставления так сказать вам будет определен новым руководителем который как я уже говорил имеет свое видение скажем так на работу гибдд и состояние оценить работу любого русочкина костерин и щеголева или может быть кого-то еще какого-то человека со стороны для того что потом сделать все выводы кто должен работать наиболее достойный на это на эту должность ясно но был еще один слух о том что вал такой закрытие игровых автоматов в конце прошлого года был связан с тем что был уволен один высокопоставленный достаточно сотрудник полиции которые эти игровые клубы крышевал салюта не слышно ничего по этому поводу ничего не могу сказать вы не можете сказать уволили его и не надо было говорить честно я хочу тогда я так сказать может быть буду иметь какое представление ну если с фамилией то вот скандал был связан с заместителем начальника по кадрам михаилом молоткиным он был публично через сми в том числе обвинен в занятии бизнесом и в крышевании черных лесорубов и ходили слухи что он вроде бы написал заявление и опять ситуация непонятно опять он вроде как в отпуске и ваш комментарий мой комментарий то что михаил валерьевич молотки настоящий момент находится на профилактическом осмотре в госпитале мвд у мвд россии по ивановской области вопрос о его увольнении не стоит он не увольнялся так сказать насколько он так сказать какое решение он примет после этого прохождения профилактического осмотра будет зависеть от того какой соответственно решение он примет как и о чем они остановятся с новым руководителем но я бы например бы не связывал бы так сказать конкретно так сказать персонале молоткина с игровыми автоматами это другой вопрос игровые автоматы это другой персонаж а вот с молоткиным как вы думаете то есть проводилось расследование была опубликована информация что ничего не подтвердилось но тем не менее руне руководство мвд не сам молоткин не подали ни одного иска на сми опубликовавшие эту информацию почему но я умел так сказать опыт обращение в сми на абсолютно так ведь на 200 процентов ложную информацию в отношении меня вот знаю так сказать не понаслышке порядок рассмотрения судами порядок предоставление защиты скажем так порядок определение защиты журналистами вот и поэтому не считая тоже так сказать правильным по каждому поводу давать лишний пиар всплеск так сказать давая заявление в суд скажем так почему потому что если реагировать постоянно так сказать на каждый вброс и там сказать какой то там какая какую-то ложь скажем так в сми можно не работать вообще только заниматься судами не вылезая из них при этом так сказать журналист будет зарабатывать дивиденд на том что на бесконечности будет освещать этот судебный процесс который так сказать не факт что закончится так сказать мою пользу вот я потеряю кучу времени и он потеряет кучу времени не занимаюсь своим делом и ничего с этого кроме негатива абсолютно ничего не приобретет я могу сказать так сказать по себе лично значит когда в отношении меня так сказать в одной газете было обвлековано так сказать ну сплошь так сказать ложь вот основным аргументом на который сослался суд было написано то есть даже есть это в решении так сказать суда но нигде же написан не написано что это правда вот а мои аргументы на том что нигде же написано что это ложь вот говорили ну можно так сказать это предположение было какое-то ему подправу предположение же там ни слова не написано но тут же не написано что это правда и так до бесконечно повезло журналистам суда ну вот по информации насколько я знаю горячо любимого вами курсива в ночь на 28 марта на ваш джип обрушился навес автозаправочной станции расположены вблизи поселка лесной это было покушение значит во первых у меня нет джипа начнем с этого значит не на ваш джип или не на джип нет значит обрушение кровли было действительно так и там джип раздавила вот но так сказать джип не моя находился там в качестве пассажира но слава богу все нормально настоящий момент я думаю что ситуация будет правовой плоскости решаться в отношении руководств этих автозаправочных станций вот которые несут искать не принимают всех должных мер безопасности для того чтобы уберечь уберечь людей вот получение не телесных повреждений тем более смерти тем более что реальная принципе так сказать угроза расстаться с жизнью там было сто процентов то есть не покушение случайность я думаю что при принятии решения возбуждения уголовного дела соответствующие процессуальные люди дадут свою квалифицированную оценку действия будем ждать в последнем интервью журналу 1000 экземпляров вы сказали что долго выбирали между уходом в науку полицейскую и работой начальником полиции но в итоге выбрали последняя работа начальником полиции так как у вас есть некие профессиональные нереализованные на тот момент амбиции вы не пожалели нет ни на один момент я не пожалел и конечно бы многое можно было бы сделать более продуктивно скажем так но не все зависело от меня в общем я неоднократно повторял о том что мы очень тесно связаны вообще в целом с правоохранительной системой включающую не только органы внутренних дел и поэтому добившись добиться максимальных результатов можно только сообща вот но есть перемены так сказать и у наших коллег в том числе в руководстве вот сейчас настоящий момент есть перемены и в нашем руководстве и поэтому я оптимист по жизни и считаю что у нас еще масса нереализованного потенциала который мы сможем на другом уровне дальнейшем реализовать ясно просто вы стали начальником полиции практически сразу вас отправляют на полгода в командировку на кавказ и по городу ползут слухи где-то в середине вашей командировки что вы близки к решению после командировки уйти покинуть ряды полиции я всегда готов покинуть ряды полиции в общем никогда не скрывал о том что я не держусь за эту должность как не держался за все другие если я действительно буду чувствовать работу в команде вот и мне будет интересно заниматься тем чем я занимаюсь и я буду видеть перспективы движения вперед я буду этим вопросом заниматься если этого не будет то так сказать я готов уйти в любой момент как в науку так и в любую другую сферу на пенсии черного цене но тем не менее у меня уже семь лет как так сказать я пенсионер вот тем более сейчас я меня еще и ветеранские прибы прибавились всевозможные там льготы поэтому я совершенно спокойно могу ходить на пенсию и чувствовать себя прекрасно но тем не менее успокаиваться не собираюсь вот я планирую работать план проработать в команде с новым руководителем и организовать работу в тесном взаимодействии со всеми силовыми структурами которые в настоящий момент у нас достаточно серьезно обновлены обновлены в нашем регионе у меня все вопросы спасибо напоминаю что у нас в гостях был александр леонидович римский начальник ивановской полиции до встречи следующий понедельник до свидания всего доброго мне во первых всегда приятно работать с профессиональными людьми вот в целом я считаю проект абсолютно правильным и который привлечет внимание людей которые следят за политической кухней в нашем регионе все что было интересно со стороны журналисты я ответил от себя хочу добавить что всегда остаемся открытым к диалогу и как с прессы так и с любыми слоями общества в ивановской области и все что посчитаем будешь вы считаете необходимым осветить с нашей стороны мы всегда будем готовы принимать участие в подобного рода проект кухни нольте настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в нольте кюхен улица октябрьская 12 а а